Бесплатный конструктор страниц Elementor на WordPress. Мы с вами продолжаем мини-сериал по созданию сайта LandingPage. В этом видео посмотрим, как реализовать экран продукции, ваши продукты, то, что вы продаете, рекламируете, ваш товар, разновидность комплектации товара и как технически это реализовать в Elementor на WordPress подробнее в этом видео. Я надеюсь, вы смотрели мои предыдущие уроки. Там, где я показал, как создается первый экран, мы с вами его сделали второй. И на очереди мы создаем третий экран. Все то же самое. Я перетаскиваю плагин секция в эту область. Удаляю, чтобы получилась одна ячейка. Копирую заголовок. Так будет быстрее. Вставляю в эту секцию. Вставить. Здесь у меня продукция. Настройки слева для этого заголовка. Заголовок H2 я оставляю. Все отступы у меня уже заданы. Сзади у нас, вы можете видеть, у меня дальше идет заливка бэкграунда. Синий экран. Поэтому я перехожу в настройки общей секции. Стиль. Цвет. Здесь уже в палитре есть такой цвет, который я использую. Кликаю по заголовку. Заголовок у нас белого цвета. Чтобы он хорошо читался. Обратно переходим в общую секцию. И не забываем сделать отступы. Сверху я использую 50. И снизу 50. Итак, как я реализовал это? Это просто две строки. Две секции. И закрашено заливкой. Все. Дальше просто разместил я контент. Картинка, текст. То есть это... Возвращаюсь я сюда. Беру плагин. Опять. А внутренняя секция. Он так тут и называется. Перетаскиваю вот в эту область. И просто закрашиваю. То есть я перехожу в настройки сюда. Стиль. И цвет. Белый. Здесь же. Перехожу в настройки второй секции. Здесь у нас. Я использую стиль. Ну, возьму. Беру синий. Просто из палитры. Например, возьму вот этот цвет. Изначально этого не будет видно здесь. Когда мы добавим контент, то цвет заливки секции внутренней появится. Соответственно, у нас здесь картинка. Ну, я предлагаю, например, товар. Это абсолютно демо пример. То есть это может быть все что угодно. Поэтому я кликаю по плюсику. Добавляю сюда изображение. Удаляю дефолтное изображение. Нажимаю по плюсу. И загружаю с компьютера подготовленное изображение моего продукта. Выбираю. Открыть. Картинка загружена. Вставить. И вы видите, картинка размещается. И плюс сразу мы видим заливку нашей строки. Она белая. Размер картинки достаточно большой. Я выбираю здесь вот этот медиум 768. Также сама строка имеет отступы. Я захожу в настройки. Расширенные. Вот здесь у меня везде со всех сторон по 50 пикселей отступы. Вот так это выглядит. В соседней секции здесь идет описание якобы этого товара. И кнопка, ведущая там куда-нибудь. Но это может быть внутренняя страница. Или это может быть подключенный сервис платежный. Сейчас таких много. То есть переход сразу на оплату. Какой-нибудь шлюз, где человек выбирает способ оплаты и покупает курс. То есть не обязательно иметь это все на своем сайте. Можно просто прикрутить какой-нибудь сторонний сервис. Переходим в наши плагины. Берем плагин текст. Перетаскиваем сюда. Это заголовок. Соответственно, хорошо будет смотреться белый цвет заголовка. Дальше содержимое по центру. Не забываем зайти в настройки самой секции. Здесь тоже у меня все. Внутренние отступы по 50 пикселей. Далее добавляем текст. Этот плагин мы еще не смотрели ниже. Вы видите, это просто текст. Добавляем ниже. То есть здесь вот есть некий редактор. Кстати, если вам здесь вот мало места, вы можете вот сюда навести мышь, чтобы мышка появилась с такой двойной стрелкой. Нажать. Левой кнопкой мыши, удерживая мышь, подтянуть вправо. Вот, видите. Чтобы, ну, удобно, да? Чтобы было удобно редактировать. Скажем, вот так вот. Здесь вы меняете свой текст. Описание товара. В стиль зайду. Цвет текста белый, естественно. Если вы используете робота, можете не беспокоиться. Если шрифт отличается, не забывайте в типографии здесь поменять шрифт. Дальше плагин кнопка. Смотрим, как реализована кнопка. Вот она здесь кнопка. Перетаскиваем ее сюда. Изначально она зеленая. Ни туда, ни сюда. Кнопки обычно делают желтого цвета. Поэтому давайте посмотрим сразу стиль. Цвет текста у меня там темный. Как раз таки вот эта заливка. Я выбираю. Не совсем яркий цвет. Желтый. При наведении. Вот сюда вот обязательно кнопка интерактивную надо сделать, чтобы при наведении она меняла немножко хотя бы цвет. Вот у нас при наведении. То есть при наведении текст остается так же темным. А вот можно сделать чуть ее светлее. То есть прямо здесь в режиме редактирования при наведении мышки мы можем видеть, что она уже становится более светлая. Дальше переходим к содержимое. Здесь текст на кнопке. Я ставлю купить. Соответственно ссылку вешаете вот здесь. Также можно назначить ее открывать в новом окне. Выравниваю кнопку по правому краю. И размер делаю большой. То есть вот такая вот кнопка. Если хотите, как у меня в демо примере, там еще есть иконочка. Соответственно иконочка здесь вот выбирается. Там стрелочка. Это arrow. По-английски можете в поле поиска написать просто arrow. И вот появляются там стрелки. Вот стрелка появляется. Далее вот этот весь контент должен быть относительно картинки по центру. Потому что здесь остается много пустого места. Но так нельзя оставлять. Что мы делаем, чтобы оцентровать все по центру? Заходим в настройки нашей секции. Приходим в макет. И вот вертикальное выравниваем. Выбираем по середине. Вот таким вот образом. Обновить. Посмотрим, что у нас получается. А у нас с вами все получается. Первый блок у меня готов. На демо примере здесь я разместил, например, у нас три товара. Ну, здесь уже все понятно, как вы делаете дальше. Кстати, еще кое-что забыл. Вы можете видеть, что там у меня есть некая тень. Здесь я тень не задал. Именно у секции. Если вы не догадались еще. Заходим в настройки. Дальше стиль. Дальше граница. И вот здесь есть тень объекта. Кликаем по карандашу. Уже тень применяется. А вот эти настройки. Регулировка отступа тени. Там, размытость. Насыщенность тени. Двигайте ползунки. Я вообще не двигаю. Просто выбрал. Вот кликнул по карандашу. Тень уже назначилась. Соответственно, если зайдем сюда. Также стиль. И кликаю по карандашу. Тут же тень назначается. То есть мне достаточно о тени по умолчанию. Посмотрим здесь. Причем у меня эта страница уже тоже. Не знаю, как сделать так, чтобы это срабатывало сразу. Вот предпросмотр страницы обновляется сразу сейчас. Вот сразу видно, как тень применилась. То есть можно обновить страницу. Но у меня сейчас она сама обновилась. То есть это очень удобно. Не знаю, почему-то в самом начале у меня это не срабатывало. Сейчас у меня это применяется. Это здорово. Это мелочь, но очень удобно. Дальше мы можем действовать очень быстро. Смотрите. Мы просто общую секцию, вот где у нас посередине вот эти кнопочки. Здесь есть такая иконка дублирует. Мы нажимаем на нее. Внизу, видите, все дублируется. То есть я уже не вижу смысла показывать. Просто меняется цвета блоками. Чтобы у вас получилось как бы такой сеткой. То есть тут белый, тут фиолетовый. Тут наоборот белый, тут фиолетовый. И меняете местами контент. И меняете сам контент. И, соответственно, я думаю, показывать здесь смысла нет, да? Вы также по аналогии настраиваете другие вот эти секции. Меняете цвета местами. И все здесь уже достаточно понятно. И так столько, сколько вам нужно. Сколько у вас там продукции, сколько товаров. Не обязательно он должен выглядеть так. Вы просто попробуйте, потонируйтесь. У вас все получится. Потом попробуйте как-то по-другому разместить ваш товар, ваш контент. Полный видеокурс по Elementor Pro для начинающих. В данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том, как создать профессиональный сайт на Elementor Pro версии. Пройдя этот курс, вы станете настоящими профи в создании сайтов. Я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео. Прямо сейчас вы можете перейти к просмотру следующего видео о том, как создать блог о нас, какие плагины я там использую и как все красиво это можно оформить в следующем видео.